Он не поверил, что в Москве одна комнатная квартира Ну я тоже вам не поверю, я в Москве в 15 купил за 103 тысячи долларов квартиру Ну это 5,5 миллионов тогда было, ну а сейчас одна комната в Хрущевке, я думаю, можно купить за 7 миллионов Не, ну зачем уж крайне все брать А, ну если вы берете в элитном доме, наверное, 12 будет стоить такая Да нет, но в любом новом доме Я в Хрущевке взял под реновацию И что? Ну жду, жду, когда пересели, ничего У меня знакомых в текстильщиках недавно говорят, что они тоже в Хрущевке, в пятиэтажке под реновацией говорят, ждем реновацию, не дождемся Они сказали, что они сказали, никакой реновации в ближайшие 10 лет не будет Кто сказал, Собянин что ли? Или они сказали, в текстильщиках Нет, но В текстильщиках живут, живут Они сказали, что вот им так сказали Почему они? Потому что в ближайшие 10 лет не настаиваются Ну, наверное, по их дому, может, и так Почему по их? У них там нормальный дом и нормальная программа была Просто проблема заключается в чем? В том, что, видимо, немножко сместили в кровать Ну, к сожалению, да, реновация затягивается, но как что-то строить, все равно Ну, строить это там, где очень выжимая Ну, понятно А вы? Вот у меня там, в этом, знакомые недавно получили по реновации филях Ну, филях это круто, да А вы где? А вы в каком районе живете, если не секрет? Да, я вообще не живу Я только это существую Существую На каком районе существуете? А зачем вам такие подробности? Ну, не хотите, не говорите Да, вы лучше про себя расскажите, в каком районе существуете Ну, это еврейский вопрос Ладно, я просто с москвичами Я с москвичами беседую по знаниям Москвы Вам, хотите, вам вопросик задам на знание Конечно, я смотрел из Украины, да, у вас там Ну, мало чего, мало чего вы смотрите Не, ну, смотрите, можете с Украины человек знать Москву Ходите, вопрос по знаниям Москвы вам задам? Ну, я не большой спец по знаниям Москвы Тогда не буду, тогда не буду задавать Лучше давайте поговорим по поводу Таких политических вопросов Давайте, задавайте вопрос Как вы, да, как вы понимаете вообще Политическое положение сейчас в России и в мире? Ну, пока, так сказать, как конференционное Ну, возможно, какие-нибудь позитивные изменения будут Если будет зима холодной То есть Запад пойдет на примирение Вполне возможно А как, если по пятибалльной шкале Важность расти в мире? Ну, четыре Три с половиной Почему три с половиной, четыре, а не пять? Ну, потому что пять нужно быть супердержавой Россия, как бы, считается, что потерял этот статус Она оригинальная держава Ну, какая, как вот сама Россия Сам Путин когда-то говорил, лет пять назад Что мы, что США единственная в своей державе Ну, типа того Пять не может быть никто Пять, максимум четыре с половиной Можно поставить четыре, четыре, два Там Китаю, четыре, три, там США Россия, можно поставить три, пять, три, семь Четыре В Японии? Ну, Японии, я думаю Сейчас он и уменьшился влияние Японии Ну, вот сейчас, наверное, два, два А в конце восьмидесятых было три Три, два Вот я когда бывал в Штатах Первый раз было в девяностом году Вот, тогда модно было привозить, значит, дежурный набор из Штатов Это ВИСИАР, ну, ВИДАК по-русски, в виде амунитофона Джинсы, ну, там и по мелочи что-нибудь, да? Ну, вот это обязательный набор ВИСИАР и джинсы И вот я подбирался в ВИСИАР этот Тогда они дорогие были, где-то по пятьсот долларов Японские И вот, значит, а меня заинтересовало Вот, и, да, еще третий, третий был двухкассетник Обязательно нужно привезти То есть, чтобы две кассеты были Это было Нет, для меня-то Я в восемьдесят восьмом году Да, в восемьдесят восьмом году Отлично Это было крайне модно, вот еще двухкассетник Так вот, двухкассетник там Нет, видео, видео в восемьдесят восьмом году Но видео, какой вы фирмы взяли, видео? Японский, я не помню Но он у него отличие заключал в том, что Редкий мактофон, туда кассет уставляешь С чем смотришь, и видно зеркало так расположено Видно, сколько пленки перемотка на было Я думаю, что... Не, но перемотка была и на дисплее по-любому Не, не, на дисплее, да Но здесь еще было за счет зеркала В чьих смотришь, не видно, сколько пленки очень удобный Аппарат был, чьих смотришь Понятно, я к чему это говорю Я вот смотрю там Все говорят, что там при СССР Значит, там Америку, США ненавидели На самом деле такие форцания Она ее обожала Даже называла их Вот джинсы они называли родные Да, если они американские Или там товары американские Хотя электроника американская Была по качеству ближе к советской, чем к японской То есть, допустим Двухкассетник General Electric По качеству Он был ближе к протону или квестнее, чем К панасонику или соне Значительно уступал панасонику или соне Ну тогда вот этот иконский видеомактеофон, который он был Он работал как автомат Калашникова Тут это не ломался Легко не пристал Да, так вот Вот когда я начал выяснять это самое Значит Ну Они там, конечно, было намного дешевле Да, американские вот в Америке Да И купить не отсоветовали Вот именно по тому, что я сказал А начал про видеомактеофоны выяснять Вообще штата не выпускали видеомактеофоны И в русских магазинах шутка была дежурная Что видеомактеофоны выпускают только две страны Это две развитых страны Это Япония и СССР А на самом деле так было СССР выпускало электронику И Япония выпускала там 5-6 фирм Там Тошиба, Хитачи, Джей Виси, Панасоник и что-то еще А Кореи еще не было Кореи еще не выпускало И вот на самом деле выпускали только две страны В те годы СССР и один вид И Япония там Порядка 10-10 видов видеомактеофонов Вот такие А вот до видеомактеофонов Это были как-то и Висяры Были так называемые Витиары Тоже видеомактеофоны Знаете, чем отличаются? Эти кассетные, а те были катушечные Вот у меня Я где-то в 70-х еще учился Ну, начинал учиться в институте еще Вести по телевизору Было очень круто Вот, то есть Да, я помню восторг от видеомактеофонов Это что-то было невероятно Особенно, если кассету вставляешь туда Ну, а ты же известный Это в промышленном масштабе стали позже А вот в, так сказать, одиночном масштабе В видеомактеофонов Это они где-то с 40-х годов пошли И когда Хрущеву показали запись Он привык, что только прямой эфир может быть Вот камеры снимаете, на телевизор идет сигнал Вот как было в 60-е годы А Хрущева показали запись, отмотку Он был так поражен, что распорядился начать Значит, изыскание по производству Видя витяров в СССР Ну, так и не дошли в СССР до производства массовых витяров Были только такие эксклюзивные случаи там для телекомпании А в массовые производства витяры так и не вошли И вот только витяр, этот самый, электроника За 1200 рублей, помню, он стоил Уже в конце 80-х Он дошел до потребителя Да, да, но у меня, я как-то не верил этой электронике Ну, хотя они надежные Нет, надо сказать, что советские холодильники были очень надежные Не уступали за... В холодильнике, да, я говорю, провидимый поход Да, в холодильнике не уступали западным, это точно, советские Да, ну, конечно, в каждой семье холодильник по 60 лет я работал Ну, вот о чем речь Ну, хорошо, если хотите, вы интересный собеседник, заходите Так, да? Да, первым лицом СССР Крущев? Неверно Маленков Нас вот неправильно учили в истории Есть Опальных лидеров вычеркивали Вот Маленкова вычеркнули Он его даже в энциклопедии в Брежневской нет Хотя он занимал пост лидер СССР А кто вычеркнул? Брежнев вычеркнул? То есть, Маленков, который был первым лицом больше, чем Черненко или Андропов Вычеркнул, как будто вот не было его в числе лидеров СССР Хотя Маленков, насколько он негативен был при Сталине Настолько он позитивен был на посту первого лица Он дал народу определенные поблажки Во-первых, ввел паспорты Во-первых, поставление правительства ввел паспортизацию крестьян Которая продолжалась долго, но началась при Маленкове Во-вторых, послабление крестьян нам дал по объему дома Больше можно было строить И по объему живности, которую можно иметь При Сталине, допустим, одна корова, а тут три коровы мог иметь в личном хозяйстве Ну, такие тонкости Даже такая пословица была в народе Пришел Маленков, поедим блинков Если не слышали Не, не слышал Я что-то про Маленкова очень мало Ну, дело в том, что там такая ситуация была Что вот вы, наверное, помните, кто был аналог современного губернатора Вот в позднем СССР Как назывался Это первое, фактически первое лицо области Как называлось Попов? Ну, по Попову что? Нет, Попов был в перестройку мэр Москвы Я не персонифицирован Просто вот Сейчас называется губернатор Неважно какой области Или там А вот раньше А раньше назывался Как вот при Советском Союзе Какая должность была фактического лидера области Ну, вы должны знать Это первый секретарь обкома партии Да, 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 да Вот Первый секретарь обкома партии Но так было не всегда А так было С тихого портократического переворота Который осуществил Хрущев В 54-м, 55-м году А зачем он это осуществил? За тем, чтобы перехватить власть у Маленкова Не снимая Маленкова с должности Когда Сталин умер Он завещал фактически Маленкову Правление страной Это выразилось тем, что Маленков читал Отчетный доклад вместо Ставина На 19-м съезде И поэтому Берия предложил Маленкова И все его единогласно приняли Как первое лицо И первым лицом тогда считался Прессов в Мин Каким его был Сталин перед смертью Маленкову сколько тогда лет было? Что? Что? Ну, я думаю, тогда ему было Ну, где-то 52, может быть Пусть не старый, да? Да Вот, так Ну, он у Хрущева одного возраста Там плюс-минус два года Хрущев, по-моему, там со второго года, что ли Или где-то так Или чуть постарше Вот, так При Сталине первым лицом был Сталин пред Салмина Маленков тоже стал пред Салмина А Хрущев, начиная с 54-го года Пользуясь инертностью Маленкова Хотя он был позитивный, но инертный И своей активностью Необузанной активностью Постепенно Так сказать Переформатировал высшую элиту так Что лидером партии Лидер партии стал выше К 55-му году, чем лидер правительства Маленков То есть К началу, ну, к концу 54-го года Хрущев стал выше Это было Я вот изучал это дело Даже по оригиналам По газетам тех Ну, Маленков был безусловным лидером Там до середины 54-го А потом Его портреты начали постепенно уменьшаться В центральной газетах А Хрущева увеличиваться И вот когда Хрущев Портреты Хрущева превысили Портреты Маленкова Это можно считать Вот тем, что Хрущев сделал Портократический переворот И с тех пор Это отразилось на Региональных элитах И тоже был Если ранее при Маленкове Их Сталине Лидером области Был Предобласть полкома То, начиная вот с 55-го года Стал лидер Лидером области Первой стороны обкома партии То есть Хрущев поставил выше Партию над государством Что Собственно было тоже одним из Гвоздей в гроб СССР Потому что Общественная организация Не может быть выше Правительства Выше правительства И вот когда добивали Берию Когда добивали Берию Ну а как же Партия это Общественная партия Есть общественная организация Просто Пресс-СССР Она приняла Гипертрофированные формы Но тем не менее Оставалась таковой Даже по словарям Вот И когда Берию добивали На 22-м съезде Уже чисто морально Да Ну Труп Берии То есть Символ Берии То Или я ошибаюсь Может это на 20-м Все-таки было Ну У Хрущева такая Ну уже после Этого переворота Протократического У Хрущева такая фраза Прозвучала Что Берия пытался Поставить Органы государства Выше партии Но в любой нормальной стране Органы государства Должны быть выше партии Это естественно А у Хрущева Это из уст Когда он уж совершил Поставил партию выше У него же звучало Как обвинение Что Дескать У Ленина У Ленина У Ленина тоже был Предсовмина У Ленин Того тоже партия Была ниже Так что вот так Бурейн был Представитель совета Народных эмиссаров Если вы не в курсе У него Он То же самое Что Сталина Маленкова Был По статусу Вот Так у Хрущева Такая фраза была Что Берия Пытался Поставить Правительственный орган Над партией Хотя Это Вполне Естественно Такие Метаморфозы Были Ну Хрущев Наверное Был Не дурачок Да Он Сделав Партию Выше Правительства Он Привел К власти Да Он Именно Он Именно В Этих Целях И Делал Поскольку Он Был Лидер Партии Он Старался Свою Должность Поставить Выше Чем Выше Руководители Государственной Власти Я же Об этом Говорю Да Да В том числе Когда Поставил Общественную Организацию Коммунистической Партии Выше Правительственных Органов А мы Так и Привыкли В позднем СССР Когда мы Воспитывались Партия Это Обком Партии Это Выше Даже Фильмы Такие Были Даже Фильмы Где Это Подвергало Сомнению Они Считались Довольно Смелыми Вот Фильм Магистраль Посмотрите С 77 Года Очень Смелый Фильм Обычно Там Всегда Когда Какие То Фильмы Немножко Так Сать Но Не Которые Прославляют Доярок А Действительно Проблемные Фильмы Пресс Все Выпускались Мелодрамы Были Хорошие Спора Нет Но Проблем Там Было Несколько Фильмов В том числе Магистраль И там Он Уникален Тем Что Лавров Там Играет Начальника Дороги Позитивный Начальник Дороги В конфронтации Находится С карьеристом Из Обкома Партии Вот В обкоме Карьерист А Типа Начальник Дороги Он Позитивен Это Очень Смелый Фильм Для Того Времени Магистраль Посмотрите Пресс Лучьи Вот Где-то Так Горбачев Каким Он Был От Пышен Поиск Ваши С точки Горбачев Ну Вследствие Усталости Народа От Пятилетки Пышных Похорон Нет Ну Ну Как Фильм Андроп Андроп Горбачев Я думаю Нет Ан Андроп Его Двигал Запад Запад Увидев Слабость Горбачева Как Политика А А также Другие Более Мелкие Факторы Интерес Раисы К бриллиантам И к западной Жизни Тут же Смекнул Что Тут Нужно Дело Делать И начал Грамотно Делать А Раиса Как появилась У Горбачева Без Без Всяких Западных Да я думаю Конечно Без Западных Когда же Горбачев Женился В том Возрасте Когда Он Не Представлял Никакого Интереса Для Запада Мелкий Чиновник Там Какой То Ну Может Это Про Ёщенко Такая Тема Была Что Ему Уже Планировали Его В Украине На Поис Преза И Подсунули Ему Чумаченко Женой Это Это Верно А Про Горбачева Такое Нельзя Сказать Получилось Так Как Получилось Потому Что Зал Запад Ворина Раскусил Как Их Можно На Крючок Подцепить Я Я Перечислял И Грамот Этим Воспользовался Олег Меня зовут Ну Хорошо Побеседовали Уже Больше 20 минут Если у вас есть вопросы Задавайте Если нет Спасибо Спасибо за беседу Последний вопрос Вы Хорошо Знаете Историю И Углублялись По Сотелью Историю Ну Политически Нет Ну Как Ну Если Будет Оставаться Путин То есть Будет Жив Да Вот Эти Поставить Здоровье Нет Это Важно Если Без Путина Будет По одному Развиваться С Путиным Будет Пролонгация Сегодняшних Моментов Вот С Путина Будет Так же Как Сейчас Как Как Было Год Назад Да Там Сейчас Ограничения С войной Определенные Да Закрываются Там Разные Закрываются Сами Они Вот Эти Оппозиционные Но Я думаю Это После Военных Действий Эти Восстановят Разные Там Эхо Москвы Там Дождь Вернут Да Все таки Оппозицию Нужно иметь Какую-то Пресс Пресс Да Вот Ну Вот так Где-то Но без Путина Возможно Больше Значит Больше Возврат Начало Нулевых То есть Уже Не будет Возможно После Путина Не будет Конституционного Большинства У единой России Будет Там Такая Вообще Не будет Коалиции Не будет Единый Как бы Правящей партии Веденосии Будет Как в нулевые Там Партия Лужкова Была Примакова Помните Отечество Она Примерно На Партии Медведь Ну Больше Партии Которые Имеет Значительное Значительное Количество Депутатов Я думаю Да Понятно Вы очень Осторожно Ну а Ваш Прогноз Какой Мой Прогноз Такой Что Сосевер Будет Развиваться Воспект Направления Очень Активно Все Предпоценки Для этого Есть И Огромное Количество Третьи Которые Строятся Сейчас Дадут Толчок Экономичный Ну Да Я В общем То В экономике Особо Не разбирался Некоторые Горать Есть Подводные Камли Ввиду Слабости Импортозамещения Но это же Экономика А территориально Какие Территории Вернутся В Россию От Украины Это же самое Вернем Все Под влияние Наших Вернемся Границам 45-го года Так Под влияние Или в Россию Или Украина Останется В каким-то виде Будет под влиянием В России Это же Разные вещи Я говорю Эстония Латвия Меня Меня Более Украина Интересуется Что Украина Заверет До Львова До Львова Дойдем А уже А там Будет она Частью России То есть Все до Львова Вы думаете Быть частью России Границам 45-го года В СССР Были Примерно Такие Как В 91-м Году Я Рассирую Рассматриваю Как СССР Рассматриваю Но Это не очень Грамотно Это Все Для нас Можно Ошибиться Скажу Я Стараюсь Говорить Грамотно Назову Британию А некоторые Называют Англия Британию Называют Англию Это Абсолютно Официальное Название Это Вообще Супер Если Так Называют Но Великобритания Тоже Назвать Не Неграмотно Но Англия Имея Ввиду United Kingdom Это Называть Безграмотно Но Называют Даже По телевидению Или Английская Королева Это Нонсенс Нет Такой В природе Английской Королевы Есть Британская Королева Или Королева Содружества Вот Я Считаю Что Казар Когда 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 Иностранец Когда Иностранец Называет СССР Россия Это Тоже Нормально А А Когда Это Русский Называет Это Я Читаю Нормально Ну Хорошо Мне Звонят Спасибо За Беседу Всех Благ Олег На Кем Беседуете Андрей Я Из Украины Я Я Вижу А Я Из Харьковской Области А Я Из Харьковской Области О Харьков На Какую Тему Побеседую Ну Давайте Выбирайте Вы Гряди На Мой Тему Будете Беседовать Ну Думаю Насчет Войны Россия Из Украины Задавайте Вопросы Можем По этой Теме Побеседовать Ну Слушайте Ну Вы Поддерживаете Эту Войну Ну Нет Как Войну Войну Нелогично Поддерживать Я Предпочел Чтобы Украина Фрагментировалась Мирным путем Ну А Как Мирным путем Можно Войтись Ну Так И Можно Ну Говорите На Мове Я Вашу Мову Понимаю А То Я Буду Говорить На Украинской Мове Ок Можно 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 Все Хороше Все Гарно Это Гарно Нужно А не Хорошие Все Гарно На Ваши Мове А не Все Хорошие Это Сужие Как Ваши Ну Гарно Гарно То И Как Вы Дивитесь На Сю Тему Насчет В России Войны Украине Ну Я Сказал Что Негативно Война Это Плохо Я Был Почел Фрагментацию Украины Мирным путем Ладно Вас Это А за себя Он Был Совсем Не Разговорный Да Дураковаляне Разговаривают Разговаривают Вон Так Говорят Почему Ж Тогда Утилитарным Государством Утилитарное Государство Правильно Великобритания Утилитарное Государство Германия Утилитарное Государство У них Есть Один Где Есть Один Соединенные Штаты Германия В Соединенные Штаты А Соединенные Штаты Германия а 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 в соседней стране 70 миллионов они нас ненавидят за это за то что мы живем хорошо ненавидят и будут ненавидеть всегда просто потому что мы есть и живем хорошо их в общем то всех и назвали русские потому что это глагол русские это какой чей отвечает а в 1922 году в 1922 году в воронежской области а в 1922 году Ильевская область где была в Австро-Венгрии опаньки так это не было ну еще но но и и и и и без лишнего шума узнай кто сейчас здесь стримит Зарабян первый секретарь Армении первый секретарь обкомов Камчатского Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра ага вот с ним и Зарабяном завтра и совместный стрим это очень опасно Хохлов и Лёня пока тоже держи на прицеле они могут переметнуться и нас подставить Паркафорский был был сделан украинским углом начнем пытаясь да да Украину кто 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 и по конституции еще раз заявляю власть Харьковской области четвертая и сильная мы не позволим никого учиться жить я благодаря вас в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Волской власти будет только Харьковской будет только Харьковская власть но ты мне улица родная и мне погоду дорога это presente сегодня